Как часто нам кажется, что самое интересное, самое увлекательное, новое, познавательное находится далеко от нашего дома. И мы летим, мы плывем за тысячи и тысячи километров и не знаем, что достаточно, а вернее узнали, что достаточно двухчасового перелета над горными хребтами, и мы оказываемся в уникально красивой, изумительной стране, которая называется штат Нью-Мексико. Штат Нью-Мексико – 47-й по порядку штат Соединенных Штатов. Его площадь свыше 300 тысяч квадратных миль, что ставит его на пятое место по площади среди штатов. И население его всего лишь около двух миллионов человек. Это 36-е место по населению в стране. Столица штата Нью-Мексико – город Санта-Фе, а самый крупный город – Альбакерке, который насчитывает 550 тысяч человек. Вот туда мы прилетели, вот оттуда мы и начали наше путешествие. Этот уютный уголок – это центр города Альбакерке. Тут встречали нас национальный ансамбль, церковь, исторические памятники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Музыка Музыка И, как видите, мы попали на свадебную церемонию. Надо сказать, что штату Нью-Мексико свойственны ландшафтные контрасты. Не успели мы выехать за последние дома города Альбукерке, как нас встретила полупустыня. Это была дорога к столице штата, к городу Санта-Фе. Музыка 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 Город Санта-Фе является торговым центром, центром легкой промышленности штата, хотя все-таки основным источником дохода является туризм. Мне бы хотелось особенно подчеркнуть, что в таком сравнительно небольшом городе, а население его составляет 60 тысяч человек, имеется более 100 галерей. Они расположены недалеко от центральной площади, где мы с вами были, на улице Каньон-Роуд. Железная дорога пришла сюда в 1869 году. И вот достойный представитель первого железнодорожного состава. Немного истории. До 1536 года, когда на земле Нью-Мексико появились испанцы, тут проживали индейские племена. Апачи, Каманчи, Наваха, Куэбла. Затем появились миссионеры-францисканцы. Потом, как мы помним, в 17-19 столетиях здесь усилилось влияние американцев. Таким образом, получилось смешение культур, языка, обычаев, религий. И это сохранилось до сегодняшнего дня. Мы находимся сейчас на высоте 3,5 тысяч метров над уровнем моря. Трудно передать, какая красота в этом высокогорном каньоне. Открывающиеся бесконечные дали, гор, сопок, речуши, которые бегут между. Причем интересно, где-то, в каком-то месте, вдруг из-под горного разлома вытекает ручей, водопад. Впрочем, посмотрите сами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы въезжаем на территорию национального монумента Бандольер. Основной достопримечательностью Бандольера является каньон Фрихолес, где находятся руины нескольких зданий и жилищ древних индейских племен Пуэбла. Субтитры создавал DimaTorzok А вот типичный представитель потомков племени Апачи. Ну, а может быть, Пуэбла. Жилища либо сооружены из камня на каменных площадках в скалах, либо представляют собой расширенные обустроенные фещеры. Сегодня, для того, чтобы посмотреть на это, построена хорошая двухкилометровая пешеходная дорожка. Давайте пройдем по нему вместе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok На одном из перевалов остановка, чтобы полюбоваться, сфотографироваться у каменного верблюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для втординного канцеронда Дима Тorzok Дима Тorzok Казалось бы, такой небольшой городок, но это Thейтian Третий в Соединенных Штатах после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса центр выставок продаж работ художников всего юго-западного региона Соединенных Штатов. Третий в Соединенных Штатов Третий в Соединенных Штатов Третий в Соединенных Штатов И сегодня здания построены по современной технологии для того, чтобы сохранить общий архитектурный ансамбль, сохранить все формы присущие старой архитектуре, обрабатываются соответственно раствором и не нарушается общий колорит. Третий в Соединенных Штатов Третий в Соединенных Штатов Третий в Соединенных Штатов Третий в Соединенных Штатов Загрустил дедушка рыбак, не клюет А вот у внучек вроде бы как схватило Загрустил дедушка рыбак, не клюет Загрустил дедушка рыбак, не клюет Это капитолий штата Нью-Мексико Тут как нигде отражен национальный колорит Как видите, эта цифра недвусмысленно говорит О том, что в этом, в 2012 году Штат празднует свое столетие Вхождения в Соединенные Штаты Америки Интересная инсталляция КОНЕЦ В коридорах Капитолия мы познакомились с художественными произведениями, которые отражают историю штата. Это главный зал заседаний правительства штата Нью-Мексико. Самая старая церковь на территории Соединенных Штатов Америки. Ее основание датировано 1610 годом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это самое старое здание на территории Соединенных Штатов. Обратите внимание на табличку. Это самое старое здание на территории Соединенных Штатов. Это современное здание гостиницы, выполнено в стиле Адоби. И таких зданий здесь очень много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жители Санта-Фе гордятся еще одной интересной достопримечательностью. Это церковь, вернее, это часовня Лоретта. Она известна всему миру тем, что, по легенде, в один прекрасный день, когда прихожане пришли с утра в церковь, они увидели прекрасную новую винтовую лестницу, ведущую на второй этаж. Лестница была изготовлена неизвестно кем, но известно, что за одну ночь, и что сделана была она без единого гвоздя и без центральной опоры. Леонни, в Калифорнии! Леонни, в Калифорнии! Центральный собор города Санта-Фе это церковь Базилика Святого Франциска Осильского, основателя ордена францисканцев. Церковь была построена в 1886 году архиепископом Жанно-Баптистом на месте старой-старой глинобитной церкви, которая там стояла с 1714 года. В 2005 году Папа Римский Бенедикт XVI присвоил церкви статус базилики. Папа Римский Базилика Святого Франциска Санта-Франциска Папа Римский Базилика Святого Франциска Санта-Франциска Если вы заглянете в книгу рекордов Гиннеса, датированную до 2010 года, то вы найдете там такие данные. В городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, находится самая длинная подвесная дорога канатная. Называется она Сандия-Пик-Трамвай. Она имеет притяженность 4 километра, подымает на высоту 3100 метров. Большие, прямо скажем, относительно большие вагоны, емкостью до 50 человек, за 17-18 минут подымает вас на высоту, с которой открываются потрясающие захватывающие виды города и окрестностей. Почему я вел условия до 2010 года? А потому что в 2010 году в Армении была построена подобная подвесная канатная дорога, но несколько длиннее. И статус первой в мире канатная дорога в Альбукерке потерял. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Музыка Movimiento Oye, óyeme Rosita, oye como suena mi acordeón Oye, óyeme Rosita, oye como suena mi acordeón Cuando yo la jalo pita y pita que me llena de emoción Cuando yo la jalo pita y pita que me llena de emoción Osir y a pita que me llena de emoción Oye como suena mi acordeón Вот мы спускаемся на фаникулере в долину, которая тоже близка к уровню моря, это 1200 метров, и направляемся к национальному монументу «Белые пески». Впервые сведения о «Белых песках» появляются в 1849 году. С тех пор было очень много попыток облагородить, как-то благоустроить подъезд, обзорные площадки, и не всегда это получалось. И лишь только в день моего рождения, именно в день моего рождения, 29 апреля 1934 года, состоялось торжественное открытие парка «Белые пески». Это уникальное природное явление. Это большая долина, площадью, не поверите, 710 квадратных километров белоснежной, белоснежной пустыни. Иногда, когда смотришь, кажется, что это не песок, это снег. Сегодня национальный парк «Белые пески» представляет туристам очень широкую программу. Во-первых, вас встречает очень уютный туристический центр и прекрасное транспортное сообщение. На самой территории «Белых песков» есть очень много зон отдыха, вы их увидите буквально, значит, прикрыты они козыречками, и там есть жаровни, барбекю, и туалеты везде. Продаются такие специальные санки, ну, как сказать, корыто, скажем, грубо, для того, чтобы можно было и покататься на уклонах «Белого песка». Где-то ровные участки, где-то дюны, причем они тысячелетиями двигаются по направлению ветра, меняют свою форму, меняют конфигурацию. Одним словом, создается какой-то совершенно инопланетный ландшафт. В тот день, когда мы пребывали в «Белых песках», температура воздуха была по Фаренгейту 103 градуса, ну, считайте, где-то 39-40 по Цельсию. И вы видите, что люди босиком ходят по песку. Почему? Да потому что белый песок, гипсовый песок, он не прогревается даже в самые-самые жаркие дни. И поэтому, вот видите, туристы без особого труда передвигаются по нему босиком. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, настоящая пустыня. Но было бы неправильно думать, что она не живет. Она живет. И мы наблюдали в ней и флору, и фауру. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А вот так цветет кактус. А это уже гостиница «Де Лоджи». Она расположена в высокогорном курорке Клауд Крофт на высоте 2100 метров над уровнем моря. Городок этот очень популярный для отдыха и зимой и летом. Дело в том, что тут расположены самые высокогорные гольфовые поля. И зимой тут прекрасно проводят время лыжники. Ну а летом, как говорится, сам Бог велел красота, тишина и хрустально чистый воздух. Кстати, по этой причине в этих горах и оборудована обсерватория. Зайдем в отель. Тут все подчинено одному имени. Рюбекка. В чем же дело? Вот и Ропатет. Эта золотоволосая красавица, по легенде, появляется в коридорах отеля по ночам, подбирает себе любовников, а затем, по ужасу, эти любовники бесследно исчезают. Мы проезжаем по нефтеносным и нефтедобывающим районам Нью-Мексико. Кстати, сейчас, когда обстановка с нефтью в связи с событиями на Ближнем Востоке осложнилась, тут буквально развернулся последние годы нефтяной бум. Говорят, что до 30% добываемой в Соединенных Штатах нефти падает на эти районы. А сейчас мы познакомим вас с Карлбатскими пещерами. И они являются самыми большими в западном полушарии нашей планеты. Мы находимся в визитор-центре Карлбатских пещер. Короткий инструктаж рейнджера. И вот скоростной лифт опускает нас на глубину 750 футов. И тут, конечно, открывается просто сказочное видение. Мы побывали в очень многих странах мира. Мы, как говорится, были в Лондоне и Париже, Нью-Йорке и Лас-Вегасе. Но вот то мощное впечатление, которое оказывают на вас эти пещеры, его сравнить просто невозможно. Это могущество, это сила природы. Это необъяснимо, неповторимо. Это нужно видеть в первую очередь. Но вот то, что нам удалось чуть-чуть зафиксировать, мы постараемся вам передать. Как показать при помощи видеокамеры объемы? Вот представьте себе, в центральном зале, где он называется Big Room, может уместиться 30-этажное здание. А на сцене так называемого императорского театра могут уместиться три авиалайнера. Ученые говорят, что возраст этих пещер составляет 250 миллионов лет. В этих пещерах нашли себе дом около полумиллиона летучих мышей. Когда они в летнее время вылетают на ночную охоту, то из пещер вылетает ежеминутно 5000 особей. И за ночь это громадное количество мышей съедает несколько тонн насекомых. С самого входа визит арт-центр в очень оживленном месте, буквально у дверей, на фонаре разместились птички. Ну как можно было пройти мимо? Дорога в город Эль-Пасо, откуда мы вылетали на Сан-Франциско, тоже представила нам возможность полюбоваться дивными-дивными видами природы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот мы на одном из аэродромов в соседстве с базой НАСА. Прочайный снимок. Энергичный взлет И мягкая посадка в Сан-Франциско.